2 ноября исполнилось 25 лет кислородно-конвертерному цеху Магнитогорского металлургического комбината. К юбилею цех произвел более 186 миллионов тонн стали самого разного назначения. В день юбилея это был металл для отечественных ледоколов, отливаемый на самой современной в мире машине непрерывной разливки. Юбилейный митинг состоялся на рабочей площадке шестой машины непрерывного литья заготовок. Этот агрегат, пущенный в конце 2009 года и последовавший за ним пуск двухпозиционного вакууматора ключевого технологического звена нового комплекса днепричной обработки стали, вывели цех в разряд самых современных. Возможности по марочному ассортименту и качеству сталей расширились до уровня мировых требований. Чтобы понять, какой скачок совершил конвертерный цех Магнитогорского металлургического комбината, достаточно сказать, что за первое десятилетие своей истории в конце прошлого века он выдал 40 миллионов тонн, а за следующие 15 лет в новом веке почти 150 миллионов. Итого более 186 миллионов тонн. Ровно 25 лет назад состоялось грандиозное событие нашего предприятия, и не только нашего предприятия, и в масштабах всей страны. Произошел переход от мартеновского выпуска стали к кислородно-конвертерному. Были запущены конвертер номер один, агрегат доводки стали номер один и машина непрерывного литья заготовки номер один. За эти 25 лет цех не стоял на месте и вместе с коллективом всего комбината продолжал развиваться. На сегодняшний день это уже три конвертера, шесть агрегатов доводки стали и пять машин непрерывного литья заготовки. За это время уже произведено более 186 миллионов тонн стали. И каждый год эта цифра продолжает расти на 10 миллионов тонн, не менее чем на 10 миллионов тонн. Если перевести эту сталь в слябы, то общая длина слябов, выплавленная и разлитая за это время, составляет 68 тысяч километров. Если сравнить, то это полтора оборота вокруг всей земли. Я поздравляю с днем рождения коллектив замечательной даты. Ну, пожелать стабильной работы, безаварийной. На ваших плечах серьезная ответственность, что вы стоите в начале технологической цепочки. Сейчас многое что изменилось в конвертерном цехе. Вот стоим мы на шестой замечательнейшей машине. Это, конечно, более современные, чем существующие те машины. Но как бы ни было, и старые, и новые машины сейчас работают в великолепном режиме. Значит, и пусть работают и дальше. Находясь здесь, на шестой машине, где прямо сейчас рождаются слябы для производства корпусов, ледоколов, мы очень четко осознаем всю непрерывность развития нашего цеха. 2 ноября 1990 года состоялся пуск кислородно-конвертерного цеха Магнитогорского металлургического комбината. Пять лет шло строительство. Пять лет напряженной круглосуточной работы и наступает время пускового графика. 27 августа 1990 года закончена футеровка конвертера номер один. 2 ноября 1990 года состоялся долгожданный пуск цеха. В этот день введены в эксплуатацию первый конвертер, агрегат доводки стали номер один, машина непрерывного литья заготовок номер один и отделение подготовки литых слябов. Состоялось горячее опробование и получена первая конвертерная сталь Магнитогорского металлургического комбината. Этот пуск не был простым. Волновались все от рабочего до министра, прибывшего в этот день в Магнитогорск. Ведь было назначено время пуска плавки, там на 10 утра. И уже вся эта свита, все эти ВИП-персоны собрались, все средства, массу информации, там же масса народу была. А я, а мы утром, я не знаю, мы уезжали, не уезжали, может даже и не уезжали из цеха накануне вечером. Утром мы посмотрели, из днища конвертера льется вода. То есть он сырой, он с водой. И вылип туда чугун? Это взрыв, это колоссальная авария, колоссальный взрыв. Нельзя было плавку делать. Я Рамазанов говорю, Иван Иванович, нельзя плавку делать, надо подождать еще. Ты что? Как? Да это ты смотри, что творится. Я говорю, надо Колпакову сказать. Сказали Колпакову, вы что? Ну-ка пошли посмотрим. Подошел, стоял, стоял, действительно вода течет. Ладно, говорит, переносим эту плавку. И назвал другое время. 16 или 14 часов. К моменту пуска на производственной площадке кислородно-конвертерного цеха было очень много приглашенных, в том числе и центральная пресса. Но пуск перенесли, и все разъехались. Единственный из операторов, кто остался терпеливо дожидаться события, был Валерий Намятов, благодаря которому мы сегодня располагаем этими уникальными и достоверными кадрами фактического пуска цеха. Первая плавка получилась очень трудной. Сейчас, может быть, спустя время, и тогда говорили, что все хорошо, все было отлично. Однако первая плавка была очень трудной в части, значит, достаточно частых отказов об оборудовании конвертерного отделения. Она была настолько трудной, что, значит, в итоге из-за многочисленных остановок продового конвертера металл был слишком кипящим. Из-за недоработок на непечной обработке, недоработок я имею в виду тоже в основном по оборудованию, была связь с лабораторией достаточно еще ненадежная, и все это потом утрясалось, конечно, со временем. И в итоге, значит, на машину подняли плавку, на радиальную, машину радиальной кривленированной типа подняли кипящий металл. Это потом уже, спустя время, все прошло хорошо, отлично. Значит, огромное количество людей в главе с министром было. Было здесь, значит, такая публика, образно выражаясь, была. И люди были настолько хорошо подготовлены, и настолько в стальплавильном смысле были способны принимать всякие нестандартные решения, что этот кипящий металл разлили на первый плавк, и не натворив на новейшей машине ничего. Вот это был действительно такой, ну, в кавычках, или не в кавычках выражаясь, выдающийся момент. Это был общий подъем, и причем это же происходило в какие годы. Пуск конвертерного цеха на магнитке – это своеобразный вызов беспределу, который начался в стране. Вы же помните, что было в 90-е годы там, или, ну, где-то там, скажем, по всей стране нашей, по всему Советскому Союзу. И пуск конвертерного цеха – это единственное гигантское предприятие, даже его цехом называть очень сложного комплекса, значит, это был вызов той ситуации, которая в стране началась, как и последующая работа конвертерного цеха, довольно жестких человеческих условий, в которых находилась уже вся страна. К моменту пуска все участки проверены, отобраны лучшие из лучших, и все же напряжение первого исторического дня было велико. Металлурги-магнитки начинали новое дело, а опыт пуска подобных объектов на других предприятиях особого оптимизма не вселял. Не все проходило гладко. В Липецке и Череповце на пусках конвертерных цехов практически на всех постах присутствовали опытные специалисты с других предприятий, и тем не менее, те пуски были аварийными. В Магитогорском кислородно-конвертерном цехе таких приглашенных специалистов было значительно меньше. Я в Череповце когда был, мне рассказывали, что на пуски Череповецкого комбината было приглашено больше ста человек специалистов. Технологов, причем со стороны. Получается, что чуть ли не на каждом рабочем месте в какой-то степени стоял приглашенный со стороны специалист другого комбината. С Тимиртау, с Украины много, с Липецка. Приезжали на очень хороших условиях, там давали шикарные сразу квартиры. Но не шикарные, а квартиры людям без проблем. У нас на комбинате таких специалистов, я бы насчитал, технологов не больше десяти. Причем самые такие видные, я бы сказал, люди, это, я бы назвал, Бузинника Виктора Михайловича по конвертерному отделению. Я бы назвал Николая Васильевича Рыжова. Теперь уже их нет, к сожалению, среди нас, как это говорят. Я бы назвал Киселева Вячеслава Дмитриевича, начальника разливки, попросту выражаясь. Я бы назвал Ишмаева Олега Владимировича. Конечно, магнитогорские столеплавильщики были хорошо подготовлены. Была историческая, колоссальная и уникальная школа работы на двухванных столеплавильных агрегатах. С 1987 года шла интенсивная подготовка специалистов в условиях действующего производства. Будущих магнитогорских конвертерщиков отправляли в Липецк и Череповецк учиться и на практике, на рабочих местах осваивать новую специальность. И тем не менее, каждый работник кислородно-конвертерного цеха чувствовал немалый груз ответственности за успех первой плавки. Директор магнитогорского металлургического комбината Иван Харитонович Рамазан кажется спокойным, хотя трудно, конечно, представить, что скрывается за внешней невозмутимостью. Много было на флагмане советской металлургии прославленных легендарных металлургов, но не всем довелось участвовать в исторических событиях. У нас было опасение, что плавка задута, и такой металл на машине разливать вообще по технологии запрещалось. Но оказалось, у нас специалисты подготовленные ребята, мы же их на рабочих местах прогнали через все заводы, и они работали там на рабочих местах, и конвертерщики, и разливщики, и операторы машин непрерывной разливки. Поэтому, значит, все это обошлось, и даже этот задутый металл, вот не знаю, как бы сейчас, они с ним справились. А нам удалось справиться, мы разлили, когда мы получили анализ, то мы сами удивились своему высокому профессионализму, что сумели разлить эту плавку. Несмотря на колоссальное напряжение этого дня и вынужденный перенос времени, технологический процесс в кислородно-конвертерном цехе начался. Постепенно отступали предпусковые волнения. Каждый работник цеха на своем месте четко выполнял поставленную задачу. Все действия были заранее неоднократно отработаны, коллектив работал слаженно, квалифицированно, четко. Запомнилось все, в общем-то, нормально, потому что мы сами запускали это, своими силами, получается. Ну, были там инструктора у нас, мы приглашали, но в основном сами все делали. Продувку вел у нас подручный Рыжов Николай Васильевич, сливал Сидрин, Володя, плавку, тоже нашу сливали. Ну, заполнилось все, мы нормально, а потом первую плавку провели отсюда, слили плавку и на разливку она уехала. А мы здесь, ну, в основном поехали праздновать в Орженики, там, отмечать это, а остальные остались здесь убирать, ну, следить. Одна плавка была, первая плавка. Волновались, конечно, во-первых. Мы там получилось так, что плавку выдавали уже после четырех часов, а мы работали с утра. Мы даже остались после работы, чтобы подождать этот вот первый сляп, который мы так ждали. Ну, вот пришел, ну, плавку разлили кое-как, конечно. Ну, все, все равно было всем радостно, что, наконец-то, такое стремление было. И тяжеловато было осваивать, да, новое производство? Ну, да, потому что очень много не доделать было, и металл еще приходил такой, ну, не очень хорошего качества. Но в то же время, конечно, тут все такое, на подъемчике все было. Старались это как-то принять, ну, чтобы все было нормально. Ну, а так, конечно, много оборудования было еще не готово до конца, так что приходилось. Даже сляпы, краны не работали, наши вот ОПСы не работали. Приходилось прям канатами, тросами поднимать все это, возить на сляпные вот эти, на отгрузку. Так что, ну, проблем полно было. Самое такое производство началось уже, наверное, в середине 90-х. Вот, наверное, года с 95-го уже металл пошел так очень серьезно. И вообще тут работы было очень много. Вообще, вот, вплоть до, наверное, вот этого последнего кризиса, еще же был в 98-м году, а вот этого, вообще нормально. Каждый год увеличилось. Я даже всегда на посту на стене писал каждый год, сколько мы делали плавок. Вот я даже помню, что, по-моему, первый раз, когда заплатили 13-ю премию, это там 16 тысяч плавок, мы сюда приняли. Ну, а доходило до 25 тысяч плавок в год. Вот это я точно помню, что там писал, на стене прям. 2 ноября 1990 года. Пуск кислородно-конвертерного цеха. Первые тонны стали, первый слиток металла, полученный по всем правилам новой технологии. Все участки нового производства прошли промышленную обкатку. Цех был полностью готов к эксплуатации. Это была последняя большая промышленная стройка Советского Союза. Завершилась эпоха масштабных индустриальных проектов. Пройдет совсем немного времени и уйдет из жизни Иван Харитонович Рамазан. Развалится на суверенные государства Советский Союз. Разрушатся хозяйственные связи и начнутся тяжелые времена. Но второе рождение магнитки состоялось вовремя. И в этом заслуга всех, кто проектировал, строил, запускал в эксплуатацию кислородно-конвертерный цех. Наш индустриальный город получил шанс на развитие в новых рыночных условиях. Вот в комплексе конвертер и стан 2000 горячей прокатки, который мы просто вытянули в условиях вообще безденежья полного, вот это позволило устоять комбинату. Потому что мы, когда дали все-таки рулон этот, да, товарный со станом 2000, получили сразу некоторое. Потому что у нас больше, кроме 100 на 2000, товарного продукта на экспорт. А внутреннего рынка же не было. Мы все-таки только за счет экспорта получали реальные деньги, да. Остальное все было, вы знаете, такое было. Бартер, машины, спекуляция сумасшедшая на этом деле и прочее, прочее. Вот потери экономические, сумасшедшие, финансовые и так далее. Все это было связано с этим. Но поскольку был экспортный товарный рулон, за счет этого, так сказать, вот комбинат вытянут. То есть конвертер плюс стан 2000. Тут надо четко определить. Не ввели бы строй ККЦ. Стан уже 2000, это естественное продолжение, но это стан 2000. А ККЦ во главе вот этого самого узла. Можно было бы кучу станов настроить, но не было бы конвертерного цеха. Ничего бы сейчас, наверное, такого замечательного, что сейчас на комбинате творится, происходит и происходило. И будет происходить. Конечно же, не было бы и не будет. Началось освоение нового производства, по мере которого магнитогорские металлурги не раз доказывали, что они лучшие и в этом новом для себя деле. В 1991 году в цехе запущены второй конвертер, второй агрегат доводки стали и третья машина непрерывного литья заготовок. Получен первый миллион тонн конвертерной стали. В 1995 году цех выдает 10-миллионную тонну стали, а в 1996 достигнута проектная мощность. Произведено 5 миллионов 376 тысяч тонн. История кислородно-конвертерного цеха со дня его пуска и по сегодняшний день насыщена достижениями на грани трудового подвига, которые по достоинству оценили и коллеги металлургии, и руководители страны. Конвертерный цех магнитогорского металлургического комбината становится школой передового опыта, экономическим достижением уже новой рыночной России. В конце 20-го века начинается новый стратегически важный этап в развитии кислородно-конвертерного цеха. Пускается в эксплуатацию третий конвертер, агрегат, печь, ковш. Со временем это позволило довести производство до 10 миллионов тонн в год. И с этим показателем магнитогорский металлургический комбинат является крупнейшим в мире по концентрации конвертерных столетоплавильных мощностей на одной производственной площадке. Не случайно, что в конце 90-х Владимир Путин еще до избрания президентом, тогда еще в ранге председателя правительства, включил магнитогорский металлургический комбинат и его кислородно-конвертерный цех в график своих деловых поездок. В предпоследний день 2009 года в кислородно-конвертерном цехе состоялся пуск шестой машины непрерывного литья заготовок производственного объекта, являющегося важнейшей составляющей проекта «Стан-5 тысяч» главного отраслевого события, даже не года, а учитывая масштаб, значимость, сроки разработки замысла, время постановки задачи, то и целого десятилетия. И в феврале 2010 года состоялся официальный пуск в эксплуатацию нового двухпозиционного вакууматора, ключевого технологического звена нового комплекса вне печной обработки стали. Этим объектом завершен проект «Стан-5 тысяч» по всей технологической линии от стали до проката и положено начало новому проекту «Стан-2 тысячи», адресованному автомобильной промышленности. С этого момента возможности по марочному ассортименту и качеству стали расширились до уровня мировых требований. 25 лет прошло со дня пуска конвертерного цеха магнитогорского металлургического комбината. Целая эпоха, изменившая многое. И лишь одно осталось неизменным. Магнитогорские металлурги по-прежнему лучшие в отрасли, а наш металлургический комбинат по-прежнему безусловный лидер, флагман черной металлургии.